Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Аллу Грибову, после того, как она оставила попытки завоевать внимание Петра Шепеля, обратил внимание Дмитрий Кусаков. Сергей Кучеров поругался с Юлией Ефременковой. Юле не понравилось, что он троллит Ангелину Татишвили. Кучерову же не нравится, что Юли цепляет постоянно Сергея Захарьяша. На недавнем ток-шоу Иосиф Аганесян признался, что он не скучает по Саше Черно и не хочет лететь на Сейшелы. Он ждет, когда Саша изменится, просит девушку перестать пить и много есть. Ну а в реальном времени Иосиф и Петр Шепель уже находятся на острове вместе со своими вторыми половинками. В последнее время в интернете активизировались мошенники, которые спекулируют темой похудения Саши Черно и обманным путем получают деньги с тех, кто тоже желает похудеть. От ее имени пишутся посты в соцсетях и даже создаются сайты мошенники. Будьте осторожны, не попадайтесь на эти уловки. Юлия Ефременкова объясняет, почему ее считают стервой, хотя на самом деле это не так. Если я с кем-то хорошо общаюсь, пишет она, мои стервозные качества не распространяются на них, но если люди ко мне с негативом, тогда я буду идти по головам. Маша Кахно, например, стала распускать язык и получила обратку. Девушка пишет, что она не стремится стать лидером на поляне, просто хочет, чтобы ребята прислушивались к ее мнению и считали его значимым. Рита Керн сообщила девушкам, которые пишут ей с личными вопросами, что ее консультации теперь платные. 2000 рублей стоит одна консультация. Рита, кстати, сняла гипс после ринопластики и стала выкладывать фотографии и видео с новым носом. Алена Ашмарина и Илья Григоренко уже помирились, не прошло и дня. А вот пара Вики Комиссарова и Антона Шоки в очередной раз распалась. Вика сообщила, что он бросил ее и уехал отдыхать. Девушка жалеет, что ушла с проекта. Очередная пластическая операция Егора Халявина закончилась совсем не так, как было задумано. Через сутки после операции у него поднялась температура и скакало давление. Халявина увезли на скорой в больницу. Вика Боня получила от поклонника сюрприз – два шикарных букета роз. Это самые красивые букеты из тех, что она получала за всю свою жизнь. Алексей Самсонов высказался о своих бывших девушках. Про Элину Комирен он рассказал следующее. Она не настоящая, в ней много напыщенности. Когда Элина стала встречаться с Задойновым, там и дураку было понятно, что их отношения долго не протянут. Она ему подходила по его запросам, а он ей никак. Также он высказался по поводу брака Жени Феофилактовой. «Женя всегда завидовала Даше Пынцарь», – сказал он. Когда Даша вышла замуж, то Женя тоже поторопилась сыграть свадьбу с Антоном. Потом точно такая же ситуация была и с родами. Сначала Пынцарь родила, а потом Феофилактова. У нее с Антоном не было чувств, больше какая-то гонка. Она жила не своей жизнью. Многие фанаты проекта согласны с Самсоновым. Он попал в точку. Его жена Юлия гораздо искреннее, нежели Элина и Женя вместе взятые. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.